На этих стенах скоро появятся шедевры живописи, а рабочих сменят ценители искусства. Такой масштабной реставрации музей Минекрашицкого ждал очень долго. Ее здесь не проводили больше 60 лет. Реставрация длится около года. Музей ремонтируют как снаружи, так и внутри. Уже провели демонтажные работы. Убрали старые ворота, разобрали деревянные полы, усилили несущие конструкции перекрытий между этажами, а еще очистили лицевой фасад. Сейчас приступили к демонтажу кровли. Ее место пока займет временное. Также в музее реставрируют полы, оборудуют инженерные и слаботочные системы. Внутри здания ведется работа по интерьерам. Уже сделано приличное оштукатуривание стен. Сняли лепнину, лепной декор, который здесь был. И, соответственно, отправили в реставрацию на воссоздание. Окна на данный момент уже заказаны. Здесь будет полностью воссоздание исторического вида здания. Здесь будут установлены дубовые окна. Сдать объект подрядчик должен 2 декабря, но планирует раньше. После ремонта культурное пространство не только преобразится, но и расширится. Отсюда на улицу Коломейца переехала музыкальная школа. В музее откроют новые залы, установят современные выставочные витрины и мультимедийные системы. Работу подрядчика мы оцениваем на хорошо в данный момент, потому что все работы проводятся согласно плану графика. И, в общем, отставание, которое было в начале, оно практически полностью ликвидировано. На время ремонта музей из культурной жизни города не выпал. Часть постоянной экспозиции временно переехала в кинотеатр «Москва» и ждет своего возвращения домой. После реставрации здания коллекцию планируют пополнить новыми экспонатами. Анастасия Синица, Михаил Волобуев. Новости КТВ.